здравствуйте меня зовут константин и сегодня в этом видео я покажу вам как в программе solid cam нам сделать перехват детали если у нас станок с контур шпинделем давайте посмотрим на станок у нас станок с противо шпинделем обрабатывать будем какую-то часть детали а потом просто перехватим выполним простой перехват детали в противо шпинделе чтобы потом продолжить обработку в противо шпинделе в программе solid cam перехват детали я так называю перехват кто-то называет это трансфером заготовки но по сути дела суть от этого не меняется также выполним перехват я сгенерирую программу для перехвата станок у нас со стойкой чпу сименс 840 вот ну и собственно говоря посмотрим как будет выглядеть наша программа как я сказал ранее перехват детали из главного шпинделя в противо шпинделе нас выполняется с помощью цикла mco и как раз я вам покажу как пользователь самостоятельно может сделать этот цикл без использования всяких шаблонов нажимаем цикл mco можем его как-нибудь назвать трансфер допустим трансфер и начинаем убирать элементы станка путем переносом этих элементов пустое окно так вот перехваты вне зависимости от стойки с чпу логика перехвата у любого 100 стан станка одинаковая то есть нам сперва нужно ну я сейчас грубо да говорю нам сперва нужно разжать кулачки противо шпинделя подойти противо шпинделем на какую-то величину потом наехать на детально подачи зажать кулачки на противо шпинделе разжать кулачки на главном шпинделе и с этой деталью переместиться в зону обработки для противо шпинделя и сейчас мы этим и займемся я давайте пока закрою да для вас пока подготовил уже не такой небольшой проект давайте посмотрим как это будет выглядеть на станке предварительная обработка у нас есть уже какие-то инструменты подрезали торец проточили и теперь мне мне нужно зажиматься противо шпинделем за диаметр 34 который у нас проточены и переместить деталь в зону обработки для противо шпинделя так выделяю операцию нажимаю цикл м сего и первоначально что мне нужно сделать опять же я вам показываю обычный перехват без без вращения деталь мы отрезать не будем и первое что мне нужно сделать я включу при дорогу предпросмотр станка это переместить мой инструмент безопасную зону чтобы при перехвате у меня противо шпиндель не задел мой инструмент я перенес узел тарет это револьверная голова и нажимаю на перемещение чтобы появилась галочка x я убираю в предел перемещения это предел перемещений для этого станка самая крайняя точка по оси x и щелкнув два раза ниже я активирую еще следующее поле из-за допустим у меня будет не знаю давайте поставим 200 и 200 много давайте 370 вот это мое первоначальное положение где я остановил остановил станок теперь допустим я хочу сменить инструмент я активирую галочку смена инструмента выбираю у меня есть канавочный резец выбираю канавочный резец по текущей позиции видите да у меня инструмент поменялся и теперь я хочу сдвинуть мой инструмент за g54 за z0 до минусовую координату для опять же это для безопасности так как у меня уже перемещение занято мне нужно еще раз добавить узел тарет и уже здесь сделать перемещение но перемещение мне нужно сделать относительно моего мака 1 то есть g54 0 а станка я щелкаю на иконку станка и у меня появляется иконка заготовки здесь я допустим ставлю z минус не знаю давайте поставим 10 я убрал инструмент в безопасную зону чтобы теперь противо шпинделем мне перемещаться дальше дальше мне мне нужно понимать так как я буду перехватывать без без вращения шпинделей то есть мне нужно главный шпиндель сперва главный мне нужно его скажем так перевести в другой режим работы да мне мне нужно его на главном шпинделе активировать ось c то есть перейти во фрезерный режим на главном шпинделе есть режим работы из есть фрезерование токарная я выбираю фрезерование и так как я хочу чтобы у меня и главный шпиндель и противо шпиндель по оси c сориентировались допустим в нули я здесь нажимаю перемещение и так как я здесь ничего не могу сделать да мне нужно выбрать в этом случае тогда перемещение детали здесь я оставлю c0 то есть я активировалась c повернул деталь в c0 и то же самое мне нужно сделать из противо шпинделе с противо шпинделем то есть я выбираю противо шпинделе в данном случае это сап шпиндель опять ставлю его после противо шпинделя здесь также я активирую режим работы фрезерования и здесь уже будет не перемещение детали а перемещение просто противо шпинделе я здесь ставлю цену после того как я опять же здесь можно поставить в принципе любую любую любое значение если c90 то у меня значит противо шпиндель относительно главного шпинделя сориентируется на 90 градусов здесь можно установить любое значение то который вы считаете нужным после этого когда я сориентировал шпинделе я опять перехожу в главный шпиндель то есть опять ставлю в главный шпиндель и мне нужно включить синхронизацию синхронизацию шпинделей так как я во фрезерном режиме да то синхронизация будет осей осей вращения осей c и c3 допустим в данном случае я включаю синхронизацию шпинделей на главном шпинделе теперь мне я опять ставлю противо шпинделе открываю патрон здесь есть патрон открыть закрыть клаусом сток релиз сток патроны открываем и активируем перемещение вот логика у нас теперь идет такая то есть первое перемещение мы подъезжаем от детали за миллиметров 10 опять же это все мы смотрим на глаз по машинным координатам бы допустим 455 455 подача ускоренная дальше мне мне нужно на рабочей подачи на рабочей под подачи наехать на на деталь на определенное расстояние и зажать кулачки мы это также проверяем я наезжаю на деталь допустим 400 миллиметров здесь я ставлю 400 и подачу 2000 миллиметров в минуту после этого мне нужно закрыть кулачки я добавляю сап патрон шпиндел патрон лозун сток обязательно нужно поставить кулачок для того чтобы система понимала что у нас р деталь противошпиндел после того как я закрыл кулачки на противошпинделе все-таки желательно поставить некую паузу до секундах для того чтобы гарантированно кулачки на противошпинделе зажали деталь это станок задержка я ставлю паузу 1 секунда кулачки на противошпинделе мы за мы зажали теперь нужно разжать кулачки на главном шпинделе я добавляю главный шпиндель нажимаю патрон здесь я нажимаю открыть новую линию поставлю нет и теперь мне нужно отвести деталь отвести противошпинделе с деталью в home позиция противошпинделе сап спиндель перемещение детали 865 на ускоренном перемещении после этого мне нужно отключить синхронизацию так как мы включали синхронизацию наших шпинделей на главном шпинделе на главном шпинделе не ее и нужно выключить синхронизация шпинделей выключаем переводим главный шпиндель в токарный режим работы опять же я поставлю нет здесь поставлю новое линии и теперь главный шпиндель я также режим работы токарный новой шпинки новая линия нет обязательно нужно сохранить высчитать и давайте посмотрим что у нас получилось на визуализации подрезаем торец протачиваем и сделали перехват детали и теперь мы уже можем после перехвата работать с деталью на противошпинделе давайте посмотрим программу ну этот про . вот он наш перехват во-первых мы ушли в супу стойка у нас сименс 840d вызвали инструмент ушли по Z50 относительно Z54 активировали первый шпиндель перешли во фрезерный режим перешли во фрезерный режим третьим шпинделем здесь позиционировали на 90 градусов относительно главного шпинделя включили соединение синхронизацию разжали кулачки против шпинделя подошли в первоначальную позицию на быстром перемещении потом на на подачу в позицию перехвата зажали кулачки пауза разжали кулачки на главном шпинделе и ушли в home reference позицию против шпинделе отключили соединение и перевели и наши шпиндели отключили позиционирование по оси c главного и против шпинделя собственно говоря вот такая программа еще раз я повторяю если это у вас не прописано в постпроцессоре вы конечно этого кода не получите если давайте сделаем так я не знаю нужны ли вам еще такие видео или нет в дальнейшем то есть перехватов вариации перехватов может быть масса может быть перехват с с вращением до шпинделей может быть перехват скажем так с вытягиванием детали из из главного шпинделя потом отрезка может быть несколько скажем так раз вытягивание детали из из главного шпинделя противо шпинделя если вас интересует данная тема поставьте под видео плюсики это значит что что вы будете ждать дальнейших таких видео и я вам покажу как вот эти различные виды перехватов делать ну а на сегодня у нас все всего вам доброго если хотите дальше по этой же теме видео ставьте плюсики до свидания пользуйтесь циклами mco всего доброго а а а а а а а а по